Было солнечным и знойным лето. Каждый день купайся, загорай. Очень многих радовало это. Но не лето, настоящий рай. Вовсе нет нужды спешить на море, ведь и здесь до сорока в тени. Жаль, что могут прекратиться вскоре эти восхитительные дни. Но не меньше было тех, кто охал, глядя каждый день на огород. Ой, какое солнце, это плохо. Все посаженное пропадет. Ведь дождя все нету, вот досада. А растениям так нужна вода. Да и нам самим милей прохлада. Но не лето нынче, а беда. Так и делятся людские мнения. И всегда, по сути, в тех сердцах сетование, ропот и сомнение, недовольство, суета и страх. К счастью, есть совсем другие люди. Нет у них пред будущим тревог. Ведь уверены, что завтра будет то, что приготовил для них Бог. А какая радость верить в это, что решает все великий Бог. Именно таким должно быть лето, и когда дождей наступит срок. Только лишь по дивной Божьей воле в свое время зацветает сад. Колосится рожь, пшеница в поле, зреют яблоки и виноград. И по-настоящему счастливы те, кто Господа благодарят за жару, за грозы и за ливни, за туман, за ветер и за град. Благодарны – значит доверяют. Доверяют – значит тот покой, что Христом подарен, не теряют и не мыслят о судьбе другой. Аминь.